привет холдеры с вами кик и я знаю что я сказал что сделаю видео про xrp так вот я сделаю не один видео много видео про xrp я вообще периодически буду говорить про xrp потому что xrp монстр реально это просто монстр этот токен и компания которая стоит за xrp я два года уже держу xrp и каждую неделю каждый месяц я просто восхищаюсь тем как они работают и как сложно эта команда просто супер но об этом чуть позже потому что сейчас есть более важная тема я заметил что ко что неправильное происходит и это из-за новостей этой из-за youtube этажа я общаюсь с людьми и вижу что они покупают какой-то коины или токен потому что какой-то ютубер сказал что он держит этот коина и вот они доверяют ему покупают от коины и когда через месяц ничего не происходит два месяца и друг ютубер котором тоже они как-то начинают видеть говорит что вот этот коин уже не то проблемы с этим к с этой компании с этим проектом и они разочаруются и продают или продают немножко в плюсе или вновь часто пропадают в минусе и после этого как назло сразу начинает такое расти и сегодняшнее видео очень важное видео потому что я бы хотел а на чем нужно четко сфокусировать все чтобы вы из своей инвестиции взяли максимум самое главное знание это когда ты должен продавать свои коины есть apple из iphone iphone к с каждым годом продается все больше и больше но я провел акции свои свои акции почему потому что уже три года количество продаж не поднимается поднимается цена на iphone что это дает это дает то что продукт который из железа из проводов из пластмассы стекла она становится лакширой и такой продукт не может долго держаться на рынке этот опыт мы имели мы видели это уже с платбери это четко нужно понимать что это не золото это не бриллианта чтобы цена поднималась это пластмасса это железо да мы понимаем что есть программное обеспечивание есть она как над которым люди работают с маркетинг и все такое дизайнеры но все равно это не железо это не золото чтоб цена поднималась то есть рынок всегда сам себя нормализует потому что потребитель он готов купить на 1000 долларов iphone он готов купить на 1500 долларов но вот уже 2000 долларов он не может купить а компания рыбал это пабличная компания ему нужно показывать рост и весь инвесторам а то акции если нету роста акции не будут дорожать вот поэтому что и здесь они вошли в кита в рынок китая все было отлично но они не смогли никак войти в рынок индии там вошли оппал его другие смартфоны отлично вошли но apple не смогла вести то есть получилось так что просто нет новых людей которые хотят купить iphone чтобы больше компания начала зарабатывать деньги нужно просто сделать так чтобы он стал дороже а почему я это сказал потому что это очень важно понимать ценообразования то есть сколько что сколько может стоить я вышел в плюсе почему потому что я просто понимал это и это не это не сложно правильно понимаете что почему вот так пайсерква и акции почему они упали потому что apple опубликовал репорт, что у них проблема с продажей. Да, у них есть проблема с продажей. Почему я это говорю? Потому что неважно, вы покупаете криптовалюту, продаете или покупаете акции Apple и продаете. Если вы знаете, как образовывается цена и из чего исходит рост цены или снижение цены, вы понимаете, когда продавать. То есть есть точнее понимание, вот сейчас я должен продать. 90% людей, которые покупают, они не делают такой простой анализ. Они покупают и ждут, когда цены будут расти. Как уже сказал, XRP уже держит 2 года. В промежутке 100 долларов 3 доллара. Сейчас стоит 35 центов. Я не продал тогда, я не продаю сейчас. Почему? Потому что эта ценя не фундаментальна для этого продукта. Я не профессиональный трейдер, чтобы вот там продать, а тут купить. Я продам XRP или любой другой коин, который я покупаю или токен. Когда я точно буду знать, что вот проект превратился в продукт, продукт стали покупать, купили рынок, насыщен этим продуктом, и это приведет к тому, что цена или должна стабилизироваться, или подниматься уже спекулятивно. То есть в этом случае я продам. И в сегодняшнем ролике моя цель – это помочь вам, я не знаю, сколько получится, в понимании того, когда покупать и когда продавать, чтобы вы были уверены. Вот если завтра цена XRP будет, скажем, да, вот прям завтра XRP, цена XRP будет 10 долларов. Я знаю, что сделаю 90% людей. Они продают, лично я сделаю. Посмотрю, почему цена поднялась на и стала 10 долларов. Это огромный скачок, да? И если фундаментально будут, как будут какие-то изменения, скажем, вот некоторые огромные банки, они все вместо доллара стали в резерв хранить XRP, и доллар уж они начнут выпускать в рынок. В таком случае я ни в коем случае не продам XRP. То есть я вижу, что 10 долларов, оно может упасть до 5, завтра будет 1, это для меня не важно. Важно то, что есть прорыв, есть некоторые банки, которые уже начали использовать как резерв XRP, а не доллар. Что это даст мне? Это даст мне уверенности в том, что, скажем, 300 банков, больших банков примерно 300, и если 10 из них сделали это, то есть это только начало, я буду держать этот коин и спать более спокойно, и жить более спокойно, зная, что то, что я держал 2 года, чего я ждал, начинается происходить. И если на следующий день XRP будет 5 центов, я не буду в шоке, я не буду думать, вот почему я не продал. Потому что очень вероятно, что через месяц, через 2 месяца, наверное, через несколько дней, цена XRP будет 20 долларов. Понимаете? То есть я продам, к примеру, XRP тогда, когда я тот рынок, на чем они сфокусированы, то есть 80 процентов, или неважно какой процент, но вот максимальный процент, все, вот рынок уже на своем максимуме. Продукт в рынке у всех, у всех тех, кто хочет, хотел этот продукт. Вот тогда я продам. В это время мне не важно, любой ютубер, любой новостной издательству, что он скажет. Мне это не важно, касательно XRP, какое у него мнение. Сосредоточь внимание на фундаментальные изменения, а не на цену. Вы не должны думать продавать, если цена быстро растет. Вы должны нейтрально, абсолютно нейтрально относиться к тому, что цена быстро растет. Если вы не профессиональный трейдер, если вы не занимаетесь трейдингом. Потому что, если цена быстро растет, и есть фундаментальная поддержка для этой цены, то она или стабилизируется, или будет расти до тех пор, пока фундамент будет поддерживать эту цену. Продаем только тогда, когда фундамент, из-за фундаментальных изменений, цена стабилизируется. И рынок насыщен этим продуктом. Вот и все. Следующее видео будет про XRP. Это точно. Спасибо.